Здравствуйте, друзья. Мой кусочек посвящен заболеваниям простудным, бронхом и легким. Первое. Когда мы говорим о заболеваниях простудных, в первую очередь, конечно же, имеется ввиду гланды или аденоиды, как их называют. Это горло. Это фаренгиты, в том числе, воспаление глотки. У нас марки риниты, в том числе, можно сюда отнести. Давайте так. Зачем вообще нужны гланды? Почему ребенок вдруг начинает болеть гландами? Гланды, с точки зрения эволюции, до сих пор они выполняют только одну функцию. Они выделяют слизь. Слизь – это обязательная часть всего ЖКТ. Она содержит частично пищеварительные секреты, самые простые ферменты. Она содержит... Ну и сама структура слизи помогает тому кусочку, который вы съели, либо пройти дальше вглубь, либо наоборот, с целью вытолкнуть. Сразу я предупреждаю, что левые и правые гланды, они отличаются. Почему? Потому что, когда ребенок, когда на самых ранних стадиях формирования ребенка, еще даже когда понятия ребенка-то нет, а есть только понятие, там, пищевое колечко, то там, ну, я не знаю, знаете вы или нет, но дети во внутриутробном развитии проходят все стадии эволюции, то есть филогенеза, так называемого эмбриогенеза, есть повторение всего филогенеза, всего развития человечества. То есть ребенок, он бывает и рыбкой, и земноводным, и присмыкающимся там, и в конце концов становится... Ну и, соответственно, все стадии до... Так вот, вот на этих ранних стадиях, то, что у нас становится гландами, одна из них находится, соответственно, левая, левая находится на выходе, там, где результаты жизнедеятельности выделяются для того, чтобы этот кусок лучше смачивать, чтобы он выходил, а правая на входе. Ну, соответственно, логика такая, что у нас, у взрослых, если... и у детей, соответственно, если вы понимаете, что какая-то одна гланда явно воспалилась, у себя можете проверять, то вы можете понять, что если левая гланда у вас воспалилась, вы при этом правша, для правшей сейчас говорю, значит, что-то вы хотели, что-то должно... на что-то хотелось избавиться, что-то не хотелось. Соответственно, если правая, то наоборот хотелось. Что такого может хотеться? Давайте так, если смотреть деток, то пищеварительная система, она очень... она древняя, архаичная, и у неё реакции достаточно автоматизированные и простые. То есть она сама способна рассчитать... у детей она сама способна рассчитать, там, что подходит, что не подходит. Ну, там, с древней эмоцией она очень легко включается сама. То есть, например, ребёнку дают невкусную кашу и заставляют его есть. Ну, соответственно, можно предположить, что левая гланда включится, потому что он не хочет, он этого... не готов, а его заставляют есть. То есть это вот типичный пример. Либо наоборот забирает что-то вкусное у него, как вот недавно я рассказывал, у одной девочки булки там забрали, у другой девочки сладкое забрали, и в результате включились сразу на следующий день прям сразу гланды. Ну, и вот больше ничего там особенного не было. Ну, банальный запрет. Запрет для ребёнка. Очень сильно переживается, да, там... Ну, обожает одна булки, обожает другая сладкая, и всё. Ставит запрет и сразу... Хочу, надо, не могу. И вот это вот не могу трактуется организмом, как будто бы вот этот кусок, он где-то здесь, его надо, блин, смочить, чтобы он, наконец-таки, прошёл внутрь. То есть это вот ощущение некой... Некой недополученности того, что не могу. Соответственно, это вот если у деток напрямую брать, значит, также... Типичный пример у меня... Была клиентка, у которой гланды они уже... Доноиды были уже практически нефункциональны, они из себя представляли... Ну, они пористые, большие, и... Вот очень много соединительной ткани. То есть, что это такое? Почему это произошло? Это говорит о том, что у неё постоянно этот процесс запускался. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Дело в том, что она росла с очень жёсткой мамой, причём жёсткой, я бы сказал, даже не жёсткой, а истеричной. Что это значит? Это значит, любые попытки ребёнка как-то, ну, там, получить внимание, внимание, любовь, там, внимание, они сопровождались там психами и раздражениями у идей. То есть ребёнок научился свой порыв сдерживать. Хочу, но не могу. Нельзя. И в результате она не может ни мнение своё отстоять, ничего. Там, не с ней могут делать что угодно. Она там молчит. У неё вот это вот... Потому что своё она там не научилась. В результате у неё постоянный хронический процесс. В результате чего аденоиды видоизменены, они уже за несоединительной тканью, потому что постоянный перезапуск программы, он меняет любую ткань. Ну, я, к слову, добавлю вот в кишечнике, Лена рассказывала про кишечник, важно понимать, что чем раньше прорешается проблема, тем меньше вероятность того, что вот, например, в тонком кишечнике самая главная часть его – это ворсинки, которые всасывают все питательные вещества. И вот постоянные перезапуски программ вот этих эмоциональных для кишечника там, они могут приводить к тому, что вот эта ткань ворсинистая, слизистая, она там потихоньку деградирует, там туда-сюда. Ну, вот как-то то же самое, что с гландами, это важно понимать. Вот, это мы сейчас проговорили про то, что зависит от ребенка, соответственно, где он может включаться. Но мы говорим о детской психосоматике, соответственно, мы можем включить это и у детей через себя, ну, то есть мамы. Достаточно вам в жизни посталкиваться с ситуацией, которая вами трактуется, как какая-то невозможность что-то там съесть, проглотить или выплюнуть, да, там отношения с мужем, работа, да, сами отношения с ребенком, и вы любите в этом находиться, то тогда вы будете этим страдать. Привожу пример типичный. Значит, обращается мама, у нее у ребенка гланды и отит, внутренний отит, отит. В данном случае у нее вот евстахиевы трубы, это вот штучки, которые соединяют ухо с, наверное, в самолете закладывают, знаете, делаем вот так вот, и давление в ухе выравнивается. Это вот через евстахиевы трубы. Они высланы той же тканью, грубо говоря, что и аденоиды. И неудивительно, что они совместно воспаляются. А воспаляются. То есть у ребенка, у ее ребенка они воспалены, и у нее воспалены. Они съездили к теще, а получается нет, к свекрови для нее, это свекровь. Они ездят, съездили к свекрови. Собственно, каждый раз, когда они ездят к свекрови, свекровь начинает там ей рассказывать, как она неправильно воспитывает ребенка, в результате чего эта женщина... А свекрови сказать ничего нельзя, терпи, у нее там установка терпеть. Значит, и правду доказывает что-то там. И вот она... Уезжают уже они вдвоем с этим. То есть и она, и ребенок. То есть это вот... Ну, ребенок, соответственно, у нее еще на грудном вскармливании. Там год с чем-то, по-моему, на тот момент. Но еще на грудном вскармливании. То есть, пожалуйста, вот она вся эта связь, биохимическая и психоэмоциональная. И вот они и обращаются, потому что начали эти штуки повторяться. Работали исключительно с мамой. Работали исключительно с мамой. У ребенка начали сразу проходить эти штуки. Мама туговато пошла. Пошла туговато. Маме правду, так она должна быть права. Понимаете? Она должна быть права. Вот эта вот установка. Тут очень много вторичных выгод, потому что, знаете, сказать, да, я не права, бог с ним. И ладно. Вот это не каждая может. И вот для нее бабушкино воспитание, бабушкин советский строй, он такой, он очень делал жестких личностей. Вот она передала вот эту жесткость, жесткость установки эмоциональной. Вот. Это вот пример того, как мама может сама через себя эти штуки запустить у ребенка. Соответственно, в данном случае, если у ребенка такие штуки повторяются, ваша задача находить либо, что ребенок, отматывать назад и находить, что ребенок не дополучил, или там очень хотел и не получил, либо не хотел. Кормление часто бывает на кормлении. Кстати, вопрос в эфире был про молочницу во рту. Это то же самое. Я уже рассказал это. Дело в том, что часто... Это та же ткань реагирует, потому что, ну, вот когда включаются аденоиды, есть белый налет. Белый налет, там, гной. Это все результат работы бактерий. Результат разложения тканей. Соответственно, белый налет во рту, та же самая молочница во рту, это тоже результат работы бактерий, потому что подслизистый слой, там, языка, там, ртовой полости, он работает по той же самой схеме. А чаще всего белый налет, вот этот появляется у грудничков на вскармливание. Особенно, когда вскармливание не налажено, и, там, ребенок, там, полчаса не может эту грудь, там, рассосать, там, что-то не то, неправильно. И вот ему ничего не нужно. Его система пищеварительная, она древняя, архаичная, она сама реагирует на это. Когда количество соотношений поступаемой еды не соответствует усилиям, да, она сама включается и начинает увеличивать функции. И в результате, там, в фазе восстановления будет этот налет, там, последствия работы бактерий, там, ничего страшного. Нужно, вот, если это про грудничков, там, нужно поразбираться, что там такого со вскармливанием. Ну, и, как правило, вот, после налаживания вскармливания он проходит. Распространенная тема. Если не проходит, значит, искать причину. Помните, да, что вот эти вот горла... Фаренгит туда же, скажем, нос немножко особняком стоит. Вот, сопли — это, знаете, когда... Ну, тут много, может быть, разных причин аллергического характера. Либо это... Если это гаймориты какие-то, то это вот примерно такой же характер, как и вот с гландами. Потому что, смотрите, если аллергические риниты, они, там, течет водичка просто, да, там нету гноя. Она такая, там, нос заложен и водичка. Грубо говоря, вот если гнойное содержимое, то это говорит о подслизистом слое, как раз-таки таком же слое, как... как гланды. Вот, и тогда все то же самое, только для носа. Ну, там, какой-то... Либо эта ситуация невыносима, не хочу с ней сталкиваться. Дело-то в том, что обонятельный анализатор, он во многом бессознательный. Он во многом бессознательный. И все, что, скажем так, с ним связано, чаще всего, минуя сознание, мы интерпретируем, даже сами того иногда не замечаем. Быстро какую-нибудь эмоцию испытали. Вот какой-нибудь... Не хочу с этим дело иметь, с этим человеком, с этими людьми. Там, воспитательница, там, какая-нибудь в садике, какая-нибудь невыносимая. Вот, муж раздражает, там, и так далее. И вот раз, нос может включиться. Ну, это если очень прям так широко. Это вот если гнойный вариант, то некий обонятельный кусок. Ну, там, даже прямой запах может быть. Либо это абстрактный кусок, метафорический, там, человек, ситуация, события. И опять же, смотрите мамы у себя по себе, потому что со своим состоянием здесь с большей вероятностью вы запустите реакцию ребёнка. Хорошо. Дальше спускаемся вниз. Мы идём к бронхам и гортания. Бронхи и гортания – это немножко другая история. Значит, если вот та часть, про которую мы говорили, связанная с бактериями, это вот ангины, там везде есть бактерии. И тогда предлагают всегда лечиться антибиотиками, потому что антибиотики, антибиотики, биос – это жизнь. А вирусы – это не форма жизни. А бактерии – это форма жизни, это разные вещи. Так вот, антибиотики убивают, вирусы не убивают. Антибиотики, да вирусы вообще ничего не убивают, если честно, если на то пошло. Все противовирусные, они с симптомами работают. Так вот, если дальше идти вниз, то здесь, в бронхах и в гортани, там связки и гортань, мы будем иметь дело уже с вирусами. Это другой тип ткани. Это эволюционно более свежая ткань. Она похожа на кожу нашу. Вот, и управляется оттуда. Но только слизистая. Кожа, соответственно, она не слизистая, а этот тип ткани, он слизистый. Слизистый, плоский эпителий. Значит, на что он включается? Он эволюционно у животных включается на страх территориального испуга. Что значит территориальный испуг? В дикой природе многие животные территориальны. Соответственно, любой испуг, там раз, обследует с утра, там, свою территорию, какой-нибудь волк подошел к дереву, раз, чужая, например, например, моча, да, там, какая-нибудь там, какой-нибудь был. Причем они же по этому запаху понимают все, и там, самец, не самец, насколько большой, насколько, в какой он сейчас фазе находится, там, много ли у него тестостерона, сильный ли он. Вот он настолько, они информацию получают. И тогда он раз, на моей территории, там, например. И мальчики реагируют в таких случаях бронхами, а девочки реагируют скорее гортанью. Ну, это вот психосоматика, так говорит, новая германская медицина, предлагает вот такой вариант разделения, потому что в дикой природе мальчики сразу начинают у них, они сразу начинают защищать территорию, нападать, а самочки, они начинают, они замолкают, в гортане связки находятся, они замолкают. Их задача затаиться, спрятаться, чтобы их не вычислили. Вот. Для мужчины территория, соответственно, это вот все, что вокруг. Для женщины территория, это ее ребенок, это ее дом, ее кухня. И вот если на этой территории есть что-то, что связано с территорией и страхом, то очень часто, это вот эта штука чаще, вот если мы говорили когда про гланды, там очень, там легче запустить эту реакцию самостоятельно у ребенка, то есть непосредственно, едой там, чем-то, 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 потому что это ЖКТ, это другая вообще эволюционная функция. Здесь у этой ткани функция социальная больше, она про социум, про взаимодействие. Так вот, если здесь, скорее, мама будет запускать, если у ребенка пошли бронхиты, ларингиты, пневмонию еще бывает ставят при бронхах, но вот легкие бронхи, разные ткани, разные реакции. Так вот, здесь скорее мама, вот, потому что, ну, либо ребенок реально испугался чего-то такого, мама с папой могут ругаться, а мама, ну, мама переживает, ребенок все это видит, он может отреагировать, вот, страхом смертельного испуга. Либо мама, например, пример. У мамы два ребенка переезжают, разводятся с мужем, переезжают, она возвращается с двумя детьми к своей маме, там дети дошкольник один, да, оба дошкольники, и они начинают вдруг периодически болеть бронхитами. Вот раз за разом, раз за разом, началось. В итоге выясняется, что она приехала к маме, они с мамой кусаются, а маме нахрен не надо, чтобы она там с детьми ее жизнь равномерную нарушала, и вот они там постоянно из-за этой территории кусаются, пугаются, там, злятся, вот, вот этот раздрай, и дети просто носители этого симптома стали. Они же не понимают, они для них просто вот этот, для них присутствует вот эта среда, в которой неподеленная территория, опасность и риски. Они просто раз и транслируют вот этот испуг их, их, для мамы, маме их, например, понятно, что никто их не выгонит, что все будет нормально, просто нужно, ну, там, кусаться с мамой, принято. То для них, они этого не понимают, они, для них, реакция их вытекает из простого, из той информации, которую транслирует им их мама. Все. Их мама им транслирует территориальную угрозу, соответственно, территориальный испуг, и так далее, и так далее. Это типичный пример. Соответственно, мама, если ваши дети начинают болеть бронхитами, ларингитами, это, ну, кстати, ларингит, когда вот связочки раз атрофируются немножко, голос теряют женщины там, да, во время болезни, меняются связки, они грубеют, например, ну, во время болезни. Это вот скорее это говорит о том, что вы отреагировали ларингитом, ларингит это женский вариант реакции, еще раз повторю, бронхи мужской, так вот, ларингиты, они могут возникать еще в тех случаях, когда опасно что-то сказать, нельзя что-то сказать, выразить, то есть страшно, да, там, если скажу, прилетит там, заметят, будет опасность, вот, и, ну, соответственно, это женская тема, у нас женщины больше всего через речевой, через речевой, там, сказать, канал, взаимодействуют с миром, по сравнению с мужчинами, у женщин речевые центры более развиты, вот, в том числе, и поэтому женский вариант считается связанным со связками, и неудивительно, вот, потому что в дикой природе их задача замолкать и прятаться в кустах, в то время как самцы начинают защищать, и вот это такой способ связочки отключить, чтобы самочку не заметили, и вот, подобные ситуации происходят, и, может включаться, значит, что нужно искать мамам, если дети болеют бронхитами, ларингитами, мамам нужно искать, ситуации, где повторяется вот эта вот реакция, где повторяется ее территориальный испуг, а еще раз, это что-то может быть связанное с мужем, с ребенком, с территорией, там, с какими-нибудь отношениями и с кем-то там еще близким, но это ближайший круг, чаще всего территориальный испуг, ну, вот, я приводил пример уже, как некоторое время назад, как заболел ребенок бронхитом, словил бронхит, мама гуляла с ним во дворе, он куда-то ушел, она там заговорилась, очнулась, нету, и она вот на этом вот всем, она его искала, 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 нашла, и вот еще там, она в этом страхе прожила, там, как минимум до ночи, все, утром просыпаются, у ребенка бронхит, ребенок вообще ничего не ел, не пил, там ничего не случилось, просто увидел маму, которая его нашла, а вот с такими глазами, ее трясет, ребенок взял этот территориальный испуг, ну, для мам территория, ребенок потерять ребенка, это ее территория, вот, это такие примеры, которые позволят вам находить причины, еще раз, территориальный испуг, смертельный испуг, ну, кстати, здесь же бронхиальная астма, и астма вообще, астма, она добавляется, астма, это примерно то же самое, только когда еще добавляются мышцы бронхов, ну, бронхов есть мышцы, они начинают спазмироваться там, и вот, в результате этого, в результате этого возникает вот эти вот, либо затрудненный вдох, либо затрудненный выдох, там, в зависимости от типа астмы, мышцы включаются тогда, когда есть двигательный компонент, например, ребенок видит сцену, папа, там, ударил маму, для ребенка это страх, папа злой, пьяный, и невозможность ничего сделать, невозможность, это, соответственно, вот этот вот вдох, замерзший, потом у него начинает повторяться, при виде папы, либо мама очень авторитарная, два пацана, это другая история с двумя пацанами, два мальчика, и обоих астма, спасибо маме, тревожная мама, тревожность выражается тем, что она пугается, куда бы они там свой нос не засунули, она начинает пугаться, вот, пожалуйста, территориальный испуг, и они ее только ручку тянут, и вот там, и вот они привыкли замирать, свои движения останавливать, в результате, это вот здесь отражается, в виде вот включенности, включенности мышц, то есть, и там точно должен быть хороший испуг, вот, либо, невыраженная гнев, агрессия, там, защита по отношению к маме, ну, то есть, что-то, что не было выражено физически, именно поэтому мышцы начинают, вот, делать то, чего не сделал в живую человек, так устроено наше тело, последнее это легкие, друзья, с легкими вообще все просто, важно отделять легкие бронхи, например, пневмонию могут ставить там и там, я такое встречал, но пневмония, наверное, больше про, про, про легкие, при бронхах, и там не будет гноя, там, сухой кашель, как правило, да, там будет кашель, будет сухость, там, но, если там отплевывается прям гной, то эта история была про легкие, потому что легкие дают гноя, бронхи не дают, разные ткани, извините, увы, и вот, и вот, соответственно, значит, легкие, они очень близки по конфликту, то есть бронхи, они реагируют на конфликт территориального испуга, связанного с территорией, то легкие, они реагируют непосредственно на страх смерти, на страх, о смерти, вот прям, все, что связано со страхом смерти, не выжить, задохнуться, там, умереть, это, соответственно, легкие, в моей практике, пневмонии, и вот, все, что связано с легкими, правда, было связано со страхами смерти, либо с треками, например, у мамы умирает кто-то из близких, мама переживает этот, ну, то есть смерть близкого, она вызывает вот этот страх, страх смерти, ребенок тут же, блин, включается, потом проходит время, мама продолжает это состояние повторять, запускать там, не отпускает, и вот они, это вот такие распространенные примеры, правда, удивительно, что пневмонии, легкие включались по, действительно, по-настоящему, по смерти, ну, либо очень много страха и тревоги в маме, у мамы, приведу еще такой, знаете, пример интересный был, когда мама, это вот сейчас уже не про легкие, это про бронхи было, значит, у сына, у него и астма, и бронхиты постоянные, и кожа, и так далее, и так далее, мама очень тревожная, в чем фишка, она, значит, каждый раз отдавая ребенка своим родителям, на то, чтобы они посидели с ней, она очень сильно переживает, и результат какой, она только отдает ребенка бабушке с дедушкой, уезжает, там проходит несколько часов, у ребенка сразу симптоматика бронхита прет, там все сразу, и вот она уже не понимает, все они боятся, она боится, как, что вы с ним делаете, как так, она только отдаст ребенка, сразу начинает заболевать, почему он у вас заболевает, ничего понять не может, те боятся, она боится, ситуация такая, она перед тем, как отдавать ребенка, она очень боится, она вообще тревожная, у нее ребенок периодически попадает, она нереально тревожная, такой интересный случай, и отдавая ребенка родителям, она, естественно, тревожится, переживает, очень сильно боится, отдает, уходит, все, и ребенок остается с бабушкой, с дедушкой, а там любовь, кайф, тепло, не надо напрягаться, и ребенок входит сразу в фазу восстановления, и вся симптоматика, которая, которая была создана переживаниями мамы, она раз, и начинает вылезать, мы это обнаруживаем, и, соответственно, мама там, за голову хватает, это очень распространенное, кстати, явление, помните, мамочки, очень распространенное явление, когда там, особенно папа, мама в разводе, например, да, мама-папа в разводе, мама отдает ребенка, например, папе, и вот забирает его опять с какими-нибудь пятнами на коже, и она говорит, что, чем ты его там кормишь, я тебе его давать не буду, ребенка еще больше истерика, папу не увижу, и в следующий раз там, папе отдает, и он, ребенок попадает в разрешение конфликта, пять пятн, и вот они понять не могут, распространенная тема, когда вот такое происходит, позамечайте, пожалуйста, помните, что симптоматика, это всегда, это чаще всего разрешение конфликта, вот, значит, завершу про легкие, легкие, это всегда страх смерти, страх смерти, и если взять статистику, то чаще всего причина смерти в онкологии, это рак легких, потому что, любая онкология, самопостановка диагноза, вызывает у человека страх смерти, все, я обречен, в результате легкие моментально начинают, у человека изначально одна ситуация, умрет он от легких, потому что начинает включаться на страх смерти, и поймите, что мамочке страх смерти может жить в вашей голове и вообще не быть связан, у вас все благополучно, хорошо, замечательно, но вот вы в жизни, недавно у нее была такая женщина, она в жизни пережила там драму их, ее там преследовал какой-то маньяк, значит, все разрешилось хорошо, но она из-за этого научилась бояться смерти, нелепого конца, как она сказала, нелепого финала жизни, все, научилась этого бояться, рядом растут дети, у нее как что-нибудь в жизни происходит, то, как ей не нравится, ну, соответственно, сразу у нее программа нелепого конца, страха смерти, она начинает бояться, потому что в ней вот этот травмирующий опыт был, все, вот он, далеко ходить не надо, ладно, дорогие друзья, это вот, а если про детскую психосоматику, самые распространенные болезни, что нужно смотреть мамам, и где искать концы, вот, смотрите наш, смотрите наши, наш курс, наши эфиры, и будем отвечать на вопросы, все, что будет непонятно, всем всего доброго, до встречи.